День добрый! С вами в эфире выпуск городских новостей и с места событий Владимир Горжонко. Студенты в нескольких колледжах Нью-Йорка протестуют в связи с кризисом на Ближнем Востоке. Митинги проходят как в поддержку Израиля, так и в поддержку палестинцев. В частности, в Колумбийском университете прозвучал призыв положить конец ненависти к евреям, поскольку еврейские студенты говорят, что они напуганы проявлением антисемитизма и антиизраильской риторикой, и что университет не предпринимает достаточных мер для их защиты. Совершенно иная точка зрения в университете Кьюни в Митауне, где студенты вышли из-за аудитории, требуя прекращения израильской осады сектора Газа. Уже около тысячи человек сделали то же самое в Нью-Йоркском университете. «Мы требуем, чтобы Нью-Йоркский университет поддерживал палестинских студентов», заявила студенческий лидер Нью-Йоркского университета. Не только студенты, но и школьники оказались вовлеченными в политические бури. Некоторые старшеклассники протестовали в парке Вашингтон-сквер, требуя свободы Палестине. А перед Организацией Объединенных Наций идут митинги, осуждающие Хамас. На них привезены детские коляски с фотографиями 30 детей, удерживаемых Хамасом в плену. Ситуация вызывает гнев, споры, разочарование, отчаяние и надежду на то, что, возможно, демонстранты с обеих сторон смогут прийти к рациональному диалогу. На этой неделе также прошли митинги на кампусе Купер Юнион в Манхэттене. Студенты-евреи говорили, что чувствовали себя небезопасно, когда пропалестинские демонстранты скандировали возле библиотеки, в которой они находились. Студенты рассказали, что сотрудники колледжа заперли их в библиотеке из соображений безопасности. Тем не менее, полиция сообщает, что не было никаких столкновений, арестов или нанесения материального ущерба, и что это была запланированная демонстрация. «Было страшно, и люди нервничали», — сказал один из студентов. «Они особенно агрессивно вели себя в тех местах, где сидели внешне похожие на евреев студенты». Конец цитаты. Представитель Купер Юнион сообщил, что ближе к вечеру библиотека была закрыта примерно на 20 минут, и что студенты предпочли остаться в библиотеке до тех пор, пока протест не закончится. Несколько пропалестинских студентов рассказали корреспонденту CBS, что не нападали на еврейских студентов в библиотеке и не угрожали им. Полиция Нью-Йорка сообщает, что на запланированной демонстрации находились три офицера по связям с общественностью. Мэр города Эрик Адамс написал в Твиттере, «Мы все время были в контакте с полицией Нью-Йорка и руководством Купер Юнион. Хотя, безусловно, студенты Купер Юнион имеют право мирно протестовать, ненависти нет места в нашем городе». Офис депутата горсовета Ари Кагана сообщает, что у полицейских Нью-Йорка введен режим повышенной бдительности, поскольку преступник, разыскиваемый за массовые расстрелы в Льюистоне, штат Мэн, остается на свободе. 900 офицеров полиции Нью-Йорка направлены в особо важные места по всему городу, в то время как другие разыскивают 40-летнего Роберта Карда, человека, причастного к стрельбе. Комиссар полиции Нью-Йорка Эдвард Каббан заявил, что эти шаги были предприняты из осторожности, учитывая, что стрелок не пойман, а Льюистон находится примерно в пяти часах езды от нашего города. Как сообщалось, в среду ночью в Льюистоне, штат Мэн, мужчина застрелил по меньшей мере 16 человек, а затем скрылся. В полицейском бюллетене указано, что некто Кард, инструктор по огнестрельному оружию, предположительно находящийся в резерве армии США, является разыскиваемым в связи с этим преступлением. Ранее летом он был помещен в психиатрическую больницу. «Массовый расстрел в штате Мэн, похоже, не имеет никакой связи с Нью-Йорком», сказала Ребекка Вайнер, заместитель комиссара по разведке и борьбе с терроризмом полиции Нью-Йорка. Однако полицейские по-прежнему считают разумным усилить меры безопасности. Дональда Трампа оштрафовали на 10 тысяч долларов после того, как судья установил, что он нарушил приказ о неразглашении информации. Агентство Associated Press процитировало слова Трампа. «Этот судья очень пристрастный судья, и рядом с ним сидит очень пристрастный человек, возможно, даже гораздо более пристрастный, чем он сам». Судья Энгарон ранее угрожал Трампу тюрьмой, если тот нарушит приказ о неразглашении информации. А оштрафовав его на 10 тысяч долларов, судья сказал «не делайте этого больше, иначе будет хуже». Трамп отреагировал на решение суда через представителя, который заявил, судья-демократ, находящийся под контролем радикальной элитиши Джеймс, продолжает преследовать президента Трампа, делая все возможное, чтобы нарушить его право на свободу слова, предусмотренное первой поправкой, и вмешаться в президентские выборы 2024 года. В письменном постановлении, в котором был указан номинальный штраф, судья предупредил, что будущие нарушения, будь то преднамеренные или непреднамеренные, приведут к гораздо более суровым санкциям, включая возможные заключения Трампа в тюрьму. На начало строительства линии метро «Вторая Эвина» ушли десятилетия. Проект, наконец, продвигается вперед, получив почти 3,5 миллиарда долларов федерального финансирования. Деньги продвинут проект ко второй фазе, которая продлит маршрут поезда «Кью» до 125-й улицы. Об этом на пресс-конференции объявил сенатор Чак Шумер. Однако для жителей предприятий «Второй Авеню» пройдет немало времени, прежде чем они увидят свет в конце туннеля, часть которого еще предстоит построить. По данным МТА, строительство продлится 9 лет. Как стало известно, в ходе строительства первой фазы проекта сами работы создают серьезные проблемы для жителей и предприятий на «Второй Авеню». В МТА заявили, что остальная часть денег на проект, то есть еще 4,3 миллиарда долларов, будет получена за счет платы за въезд в Манхэттен. Вторая очередь метро на «Второй Авеню» приблизит нас на один шаг к достижению транспортной справедливости в Нью-Йорке, гарантируя, что «Восточный Гарлем» получит больший доступ к рабочим местам, здравоохранению и другим основным услугам, заявил Чак Шумер. По данным МТА, как только второй этап будет завершен, в общей сложности 300 тысяч пассажиров ежедневно будут пользоваться преимуществами, которые включают в себя более короткое время в пути, улучшенное транспортное сообщение и меньшее скопление людей. Это был выпуск городских новостей с места событий и с вами был Владимир Горжонко специально для телеканала RTN. Продолжение следует...